Всем привет! Гости канала, подписчики канала. Сегодня мы рассмотрим посылку, которая мне пришла. Пришел мне комплект для сборки компьютера с Алиэкспресс. Это материнская плата от Remitrix 79, процессор Intel Xeon E5 2689 и оперативная память 16 ГБ DDR3 3666 МГц. Давайте вскроем коробку. В описании к заказу я написал «Принспек и Дэмстронгер», чтобы упаковали получше. Вы тоже, если будете заказывать, так пишите. Ну, давайте вскрывать коробку. Упакованы аж две коробки, это очень хорошо. Сейчас давайте достанем. Вот она, наша посылка. Даже коробку свою сделали китайцы. Написали «Мазерборд», материнская плата, «Термитр», «Борнфоргейминг», типа «Игровая». Почему типа «Игровая»? Так, тут у нас болтики, переходное кольцо, оперативка, сама оперативка. Вот она. И материночка в пакете. Так, ребята, ну рассмотрим данную материнскую плату. Давайте сорвем пакет. Вот такая картина нас внутри ждет. Так, смотрим здесь процессор. Все ли правильно? Да, Intel Xeon E5 2689, 2,6 ГГц. Ну, материнская плата новая, по виду так. Все контакты новые. Текстолит у нас ровненький. И какая пайка аккуратная, смотрите. Пайка аккуратная очень. Так, ну новая, новая. Смотрим тут по разъемам. PS пополам. 8 USB, 2.0. USB 3.0 нет сзади. Все 2.0. Сеть гигабитная. И звук. Батарейки, сразу говорю, в комплекте не идет. Я сам эту батарейку вставил, купил. То есть батарейки в комплекте не идет. Ну, процессор тоже выглядит довольно аккуратно. Как новый. Ну, вообще, я доволен покупкой. Так, давайте посмотрим теперь. Отложим саму материнскую плату. Посмотрим оперативную память. Так, ну вот наша оперативка. Я ее распаковал. Оперативка корейская Samsung. 1666 МГц. Я говорил, она будет разгоняться. 1866 МГц. Видео про видеокарту. К этому конфигу выскочит подсказка. Можете посмотреть. 4-гиговая видюшка отлично станет. Так, давайте сейчас ставим как надо в саму материнскую плату. это эти плашки. Так. Тут правильно? Тут. Тоже правильно? Наоборот. Все делаем предельно осторожно, чтобы не повредить никакие комплектующие. Так. Лучше проверить. Ага. Не зря проверил. Проверим, не зря. Так, все стоит ровно. Я говорю, болтики тут. Шли в комплекте. Сейчас я вкручу их. Сделаю. Поставлю вот так переходное кольцо. Вкручу эти болтики. Ну, болты такие крепенькие. Крепенькие. Желательно вкручивать отверткой. У меня железные руки. Нормально. Не перетянуть. Главное, чтобы резьбу не посрывать. Все делаем предельно осторожно. Так, ну, вкрутил. Все держатся крепко. Теперь установим сюда кулер. Ну, я буду устанавливать на этот процессор кулер после того, как он встанет в корпус. Мне так удобнее. Сейчас покажу, какой кулерок будем использовать. Ребят, вот такой вот кулерок будем использовать в нашей с вами сборке. Называется Bing Kong. Охлаждает идеально. Очень хорошо. Еще идет RGB подсветка. Это огромный плюс. Очень красиво смотрится в корпусе. Отличные радиаторы с двух сторон. Вентиляторы. Четыре медные трубки, что немаловажно. В общем, ссылочка на товар будет в описании. Кто захочет, можете себе такой же приобрести. Подходит для сокета 2011. Переходное кольцо есть для этого. Давайте устанавливать его. Так, использовать буду вот такую вот термопасту GD900 китайскую. Надел напаречник, который шел в комплекте. Буду намазывать напаречником. капаем капаем термопасту и сейчас ее размажем. Так, чтобы не переборщить, аккуратненько ее размазываем. Если что, добавляем, если мало, тонким слоем стараемся аккуратненько так, все готово. Я намазал термопасту. Надеваем кулерок и устанавливаем в корпус. КОНЕЦ так, ребята, установил я кулер. Теперь нам надо установить нашу видеокарточку. пожалуй, сделаю я это уже в самом корпусе. Так, перемещаемся как корпусу. и теперь помещаемся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь сейчас накрою стеклом Так, ребята, закручиваем болтики Субтитры сделал DimaTorzok Жмякаем кнопку Power И погнали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok